В пятницу же большое совещание было, да, и все такое, и он опять ругался на зарплаты крупных руководителей вот этих всех торговых объектов, там Еврооп, там Пятый элемент, Гипо, Санта, при этом Санта же это Ромашенский, Корона это Тапузидис, да, свои, как бы, свои, чего это он, чего это он, или это просто... Так Еврооп, значит, Еврооп давным-давно свой, и он самый большой свой, самый монополистический свой, поэтому здесь, знаете, вот тут по-разному нужно смотреть на это все дело, да, с одной стороны, если бы вот взять как за чистую монету, что эти структуры являются частными, да, взять оборот того же Евроопта и посмотреть, что он там миллиарды долларов, да, ну, плати 72 тысячи в месяц руководителю вот этой большой монопольной такой большой структуре, на самом деле это, я посчитал, 850 тысяч долларов в год, меньше миллиона для структуры такой, это на самом деле по западным меркам, по европейским меркам не такая же большая заработная плата, да, потому что тут же как оценивается, прибыльность, доходность на капиталы и так далее, и так далее, но с точки зрения, понятное дело, что в рамках одной системы, там, как ты 72 тысячи платит, получает руководитель, а 370 долларов получает кассир, и вот эта вот разница, да, конечно, как такой молот и наковальня в марксистской голове Лукашенко сразу сыграла, и он начал там шашками направо-налево, типа, вы что, не можете по-другому себе деньги получать, почему вы так нагло берете с кассы? Вот, и опять это вопрос о том, что в Беларуси де-факто нету ничего частного, потому что, вот заметьте, как только вот он цыкнул, я уверен, что в течение месяца будут радикально сокращены зарплаты руководителей, они будут выплачивать дивиденды по-другому, они будут получать свое через формирование цены за рубежом, как Лукашенко сам признался, импортеры имеют возможность наживаться, потому что они там оставляют прибыль, все это будет сделано, а если кто-то не подчинится, ну тогда его покарает советский меч правосудия по-лукашенковски, вот, вот и все, а знаете, еще один момент отвлекающий от реального состояния дела в экономике, это то, что опять Лукашенко разжигает имущественную рознь, типа, как это так, как это в Беларуси человек получает там 70 с чем-то тысяч долларов в месяц, это же безобразие, и вот у какого-нибудь пролетариата или у какого-нибудь бюджетника закипает возмущение, вот, как это так, в нашей стране справедливости, равенства, кто-то смеет такие деньги получать, непорядок, и опять вот эта злость, вместо того, чтобы перекинуться на реального виновника всех наших бед, оно канонизируется на богатых, ну это вот собачье сердце, там, 2.0, или Советский Союз 2.0, когда у нас большая проблема была не в том, что там кто-то бедный, а в том, что есть какие-то сволочи, которые посмели стать успешными, процветающими и динамичными. Пока блистающий меч правосудия не сверкнет над ними красным лучом. Хорошо, с этим разобрались, давайте теперь плавненько пойдем к курсам долларов, рублей, евриков и так далее, но начнем с такого. Руководитель Нацбанка сказал, предлагается в дополнение к цели поддержания ценовой стабильности закрепить вторую цель, обеспечения финансовой стабильности, а также норму по содействию устойчивому экономическому развитию страны. Мы с вами вчера обсуждали эту историю, вы говорили, что вы говорили о каком-то новом функционале Нацбанка, что Нацбанк берет на себя какие-то новые функции в этой связи, и это очень важно, да, вот почему это важно? Это критически важно, и на самом деле это то, что, по сути дела, узаканивает фальшивомонетничество. Когда у тебя, у Национального банка одна цель, как это у Европейского центрального банка, как это у польского, шведского, и когда-то было у американского, когда еще доллар был достаточно стабильным, это понятно, он должен сделать все, чтобы цены были там 0-2% в год, точка. Вот это вот предельно ясная вещь, да, когда же к тебе подключен, в Национальном банке в руках получается еще две цели, вот финансовая стабильность, а также стимулирование экономического роста, оно прямо противоположно, то есть оно убивает первую цель. С одной стороны, ты не должен давать деньги банкам, государственному сектору и бюджету, потому что они не знают, что с ними делать. С другой стороны, ты не можешь этого делать, потому что у тебя есть такая задача стимулировать экономический рост, а других источников экономического роста нет. У предпринимателей под плинтусом, айтишники там в загоне, инвесторы только занимаются тем, что по бумагам деньги возят, никто новые предприятия не открывает, и что делать с этим ростом, откуда его взять? И вот приходит какой-нибудь чиновник, какой-нибудь Бархима, да, и говорит, у меня вот желание есть 15 раз увеличить производство жидких моющихся средств, дайте, пожалуйста, нам деньги. Он говорит, конечно же, не нацбанку, говорит Беларусьбанку или там Белагропромбанку в другой структуре. Те, не имея представления о том, что там с этим Бархимом, говорят, ну, нам бы подушку финансового национального банка получить, да, и вот он ее получает. И это приводит к тому, что у нас инфляция будет уже официально даже не там 13-15%, а будет 45-50%. То есть это раскрыть шлюзы для инфляции, для обвала белорусского рубля. Вот и здесь вопрос только в том, что нацбанк пытается таким образом защитить честь своего мундира, когда через вот это все безобразие закончится, когда в Беларуси наконец-то наступит светлое время демократии и свободы, и верховенства права, Национальный банк на скамье подсудимых будет оправдываться. Говорит, знаете, вот мы держали, 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 но вот с 23-го года у нас же поменялся закон, а по закону мы должны были вот это делать. Мы и делали, делали как могли. Поэтому вот, к сожалению, вот это решение, если оно будет принято, а я думаю, что оно будет принято, является подтверждением того, что генералы и красные директора вместе с номенклатурными фаворитами хотят больше бесплатных денег. Знаете, они вспомнили лихие 90-е, вторую половину, когда печатал Национальный банк дикое количество денег, и они зарабатывали только на том, что они первыми их получали при стоящем курсе. Вот курс стоит-стоит, первые цены они получают, получают, покупают валюту, занимаются параллельным импортом. И вот на этом зарабатывают, а то, что это приведет потом к взрыву, никого не интересует. Поэтому я считаю, что это вот такое достаточно революционное предложение по дискредитации вообще денежно-кредитной политики, особенно в контексте того, что происходит в России. Но мне так вот тяжеловато разобраться во всем этом, на самом деле. Я правильно понимаю, что если там Беларусьбанк для аккредитования какого-нибудь Ивана Иванова условного просит подушку у Нацбанка, то это означает просто тупо включение станка. Вот на сегодняшний день. Ну конечно, вот смотрите, вот сегодня, например, они говорят, у нас плохих необслуживаемых кредитов там 4 миллиарда, да? Ну, это по их статистике. А на самом деле их может быть 24 миллиарда. И соответственно нормальных кредитов, то есть это токсичный портфель, и для того, чтобы обеспечить, как вот Национальный банк говорит, стабильность финансовой денежной системы, необходимо банки поддержать. И вот они покупают облигации, там или ценные бумаги банков, они покупают ценные облигации правительства, тем самым увеличивают количество денег вот на счетах этих организаций. И все. И эти деньги идут потом в оборот. И с каким-то циклом там полгода-год они оказывают разрушительное влияние на цены, на структуру капитала. И знаете, если Центральный банк Америки, ФРС, разрушил, по сути дела, ценовую стабильность и довел ситуацию до уровня инфляции, которой не было 40 лет, то в Беларуси это очень легко воспроизвести в течение года, и не нужно там больших продолжительных периодов количественное смягчение. — Слушайте, а вот тут новость появилась интересная, тоже, мне кажется, в продолжение темы. А Савмин же на днях постановил, что для нескольких предприятий... Прямо сразу два постановления интересных. Первое. Для нескольких предприятий компенсировать из бюджета проценты по кредитам, которые эти предприятия брали в Беларусьбанке. Вот, например, Аршанский льнокомбинат построил жилье для своих работников, расплатиться не может, из бюджета компенсировать... — А он уже не банкрот, Аршанский льнокомбинат? — Какая разница? Второе. Мотовелозавод из инновационного фонда получает 6,5 миллионов рублей на импортозамещение, якобы, да? — Что за переливание из пустого в пороге? — Друзья, если бы вы следили за законодательной базой экономической политики, как это дело я, последние 25 лет, да, то вы бы поняли, что это абсолютно рутинная, стандартная практика, которая применяется правительством по отношению к номенклатурным фаворитам, которых штук 200 в стране. И вот понимаете, вот там среди вот этого списка есть и мой любимчик, Барановичское БПХО, производственное хлопчедомажное объединение, да, которое получило за столько времени столько денег, что если бы каждому работнику, значит, давали эти деньги на карман, он бы купил себе там четырехкомнатную квартиру в Минске, и было бы еще на обучение детей там в каком-нибудь престижном университете. Вот, то же самое Аршанский это льнокомбинат, у меня такое ощущение, что вот есть какие-то тайные мистические смыслы, знаете, вот есть Вуду, да, а есть лен белорусский, и вокруг этого льна совершаются какие-то непонятные мне ритуалы, потому что это не объясняется ни экономическая наука, ни экономическая политика, ни логика, ничем. Я не могу понять, почему Аршанский льнокомбинат 20 с чем-то лет получает государственную помощь, и вот там 3-4 года назад была принята программа повышения конкурентоспособности развития Аршанского района, среди которых бенефициаров был Аршанский льнокомбинат, и каждый год этому предприятию опять-таки списывают долги и дают новый кредит. Вот чем вы объясните эту безумную мистическую связь белорусских властей с льном, конкретным металлом, металлом говорю, товаров, которые, ну вот, это же не конопля, вот, а получается, они ширяются этим льном так, что каждый год туда направляют там десятки миллионов долларов как минимум. То же самое легкая промышленность, то же самое там это сукно, комволь. Ну, понимаете, вот, ну что там такого? Ну, Лукашенко же в брюне одевается, а не в белкоммунмаш. Так, сейчас мы перейдем к международной повестке, которая касается напрямую и нас, и про рубль поговорим тоже. Но прежде я хотел бы результаты опроса озвучить, а потом еще призвать подписаться вас на кое-какой канал в Ютубе. Мы спрашивали, могут ли руководители крупных сетей типа Евроопта получать в 50-80 раз больше, чем рядовой персонал. Да, такая зарплата у топ-менеджеров могут. 29% наших зрителей проголосовало так, уже 30. Нет, они все там охренели. Нужно бороться с монополиями, с жульем, допустим, таки надо бороться. 24%. 24% и мне все равно главная цена 19%. Ну так более-менее размазано-то ровненько. А я, сегодня был вопрос, вопрос, Ярослав, вам в чате. Почему белорусским учителям запретили питаться в школах? Во-первых, уже разрешили. Во-вторых, пожалуйста, то есть же ответ на канале Ярослава Румачука «Экономика здравого смысла». Если вы подпишетесь, вы обязательно этот ответ получите. Заходите, это замечательное видео, рекомендованное к просмотру. Ответы на многие ваши вопросы там есть. Сам факт, представляете, вот это сам факт. Я, честно говоря, думал, ну какой-то, знаете, вы думаете, где красная черта, где это дно, где заканчивается полностью здравый смысл белорусских распорядителей чужого. И вот школьный пример показал, что нигде. То есть как можно в одной школе запрещать учителям и кушать в столовой блинчики или какую-нибудь кашу. Но это надо быть особым циником с какого-нибудь исполкома, который жрет чужие деньги и ресурсы, и при этом запрещать учителю хотя бы поесть, хотя бы получить там 2-3 рубля этих датированной пищи в день. Но это, конечно, особый цинизм. Это мне всегда вспоминается фраза Ерофеева, Виктора, который говорил, что иерархия идиотизма бесконечна. Это правда. Да, абсолютно верно. Ну хорошо, давайте теперь к запрету на, вернее, не запрету, а к потолку цен на нефтепродукты из России. 100 долларов за баррель. Не нефти, не стоимость, а нефтепродукты. Евросоюз «Большая семерка» с 5 февраля ввели эту историю. И вот уже российский рубль начал колбасить, пошел вниз. Поможет это ослабить Россию реально? И если да, то до каких пределов? Все санкции, которые были введены в отношении России, в отношении Белоруссии, потом как бы бумеранда, значит, являются, конечно же, важными, являются, там, они очистимы. Но если задача максимально быстро поставить режим Путина в стойку, готовый к там сдаче или выводу войск из Украины, то это не та мера. То есть ослабление есть, эффект есть, экономика России и Белоруссии падает, но падает там российская экономика на 2,5% в год. Это практически, ну, да, ну, пощипали, пощипали. В декабре, январе, еще до этих вот действий, да, резко увеличилось количество там добываемой нефти и, значит, торговли. Они, русские нефтетрейдеры вместе с их индийскими, турецкими, кипрскими, китайскими потребителями или там схематозниками решили воспользоваться пока этим моментом. Поэтому, конечно же, добычи нефти будет меньше, но когда они будут выходить там в какую-то там 30-40 долларов, причем, знаете, в этих постановлениях всех очень интересная штука там. Если она смешивается с чем-то, то это уже не российская. Если она еще какая-то, то она уже не российская. Там вот этих разных уловок достаточно много, которыми абсолютно обязательно воспользуются нефтеобороной России и их партнеры. И вот опять-таки мы констатируем тот факт, что санкции, тот режим санкции абсолютно дырявый. Он дискредитирует, собственно, международное сообщество, которое не может противопоставить единый фронт агрессору. И да, вот и Набиулина уже говорила, и Задорнов, и многие другие российские экономисты, что минимум девальвации российского рубля в этом году будет 10-15%. Я думаю, что будет гораздо больше, там 25-30% в случае, если не будет какого-то, опять-таки, решительных побед Украины на фронте. То есть здесь опять не столько денежный фактор, сколько военные победы могут оказать решительное давление на курс. А то, что девальвация будет, это совершенно очевидно, потому что вот 22-й год показал, что даже промышленность, по-моему, в России опустилась чуть ли не только на 1%. То есть за счет того, что они начали все больше делать и металлообработки, и деревообработки, и пищевой промышленности. То есть вот тот логистический платежный затык, который был после введения санкций в начале первой половины 22-го года, российские логистические и другие компании преодолели. И я думаю, что вот они, Путин при помощи своего этого бизнеса и российского бизнеса показывает, что сопротивляемость российской экономики сегодня гораздо выше, чем та, которая была у советской. Угу, угу. Почти 2000 зрителей у нас. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, друзья мои, просим вас это сделать обязательно. И чтобы не упускать эту тему, вот хорошо, понятно, вы говорите, будет девальвация, все понятно. Расскажите-ка нам о связи российского рубля с белорусским. Нам, чтобы быть честным до конца, вот был экономист Дмитрий Круг у нас в пятницу из Берок, вы наверняка знаете его. Ну и он, конечно, как всегда толково разложил, это его тема там про вот рубль, что как. Давайте я лучше не так спрошу, бог с ней с этой связью. Я лучше так, вот Круг прогнозирует, что где-то там к лету в районе трех рублей это будет. Вот тупо по-пролетарски, по-нашему, вы что думаете? За доллар. За доллар. Это называется, вот эта рубрика называется «Угадайка». Ну, он же не угадывает, он там раскладывает как бы. Ну, так раскладывать можно то, что у тебя есть под рукой, что имеет как бы, ну, какое-то валидное научное обоснование. Знаете, когда вот, что такое врач, да? Врач, выходите вы к врачу, да, он вас там, давление, температуру, там, анализ крови, анализ там мочи, кала, всего-всего. То есть у вас исследует потом на основании вот этой картины объективных данных, он дает вам какой-то прогноз, да? И то он может ошибаться, потому что вы не знаете, вы будете пить или будете здоровый образ жизни вести, вы кушаете банан или кушаете сало и так далее, и так далее. Сегодня и российская, и белорусская экономика – это черный ящик. И это неоднократно нужно подчеркивать. Для макроэкономистов сегодня нет объективных данных, по которым можно было бы сделать сколь-нибудь там точные обоснованные прогнозы. Это чуйка, это угадайка, это гадание на кофейной гуще. Но вы же сами сказали только что, что ты 25-30%. Да, я же говорю, я же ссылаюсь, да, абсолютно верно, поэтому я, в отличие от моих коллег, которые претендуют или притворяются, как будто это некие научные данные, сразу говорю, что касается будущего, экономисты не маги, не там какие-нибудь астрологи, люди, которые смотрят на реальные данные, научно обоснованные. Для того, чтобы не дискредитировать науку и экономику, нужно признаться, что сегодня точных данных для того, чтобы спрогнозировать курс рубля и российского, и белорусского, ничего нет. Мы не знаем ни политику Центрального банка России, ни политику Центрального банка Беларуси, ни количество там объема потери валюты, ни желание Кремля, ни желание там промышленных лоббистов Беларуси. То есть, знаете, когда условно ты начал шахматную партию, на которой там 100 фигур с каждой стороны, количество ходов со всех, с двух сторон может быть совершенно неограниченное, абсолютно, да. И ты пытаешься говорить, а вы знаете, вот 24-й ход будет вот таким-то. Понятное дело, что можешь угадать, да, но я думаю, что угадать судьбу матча там Барселона-Бавария проще, чем вот такой расклад. Поэтому мы можем говорить, что по всем, вот по совокупности этих признаков, которые мы наблюдаем, нет основания для белорусского рубля и для российского рубля укрепляться. Но насколько он будет, 3, 4, 5, 8, это зависит уже от совершенно неэкономических обстоятельств. Потому что если бы мы вот Национальный банк, то решение, которое предложил Калаур, глава Национального банка, как раз говорит о том, что если одна цель была, вы еще можете более-менее прогнозировать, какие будут параметры денежного предложения. Например, напечатает Национальный банк там 40%, или 50%, или 5%. Но когда три цели будут утверждены, а то, что они будут утверждены, в этом нет никаких сомнений, то получается, знаете, кто победит? Победит условный Белл-Легпром с Бархимом и Оршанским льнокомбинатом, а впереди еще заходит тракторный, БелАЗ, моторный завод и так далее, и так далее. Либо победит Калаур скромный, который приходит, интеллигентно говорит, Александр Егорович, вы знаете, денежный мультипликатор будет таким, что возможно структурное искажение. Александр Егорович на него смотрит, говорит, ты что, ты с Кануа разговариваешь или с кем? И отдаст пальму первенства красным директорам и красным банкерам. И все. И поэтому вот эти вот, знаете, претензии, я знаю, как будет на 25-30 процентов, но это просто гадание на кофейной гуще, точка. Защищая все-таки Дмитрия Крука, я скажу, что не то чтобы, он говорит, я предполагаю, на основе тех данных, которые у меня имеются, никто же не говорит, что так будет. Это уже действительно к астрологии больше. Ну, знаете, вот и вопрос, это не вопрос конкретно к Диме, да, я уважаю ребят, пусть они работают, дай бог им здоровья и счастья. Вот, когда я проанализировал точность прогнозов МВФ, Всемирного банка, Economist Intelligence Unit по двум параметрам всего лишь. Ты берешь параметр ВВП, ты берешь параметр инфляции, который дают они на полгода, на год и на полтора, да, пальцем в небо. Понимаете, это методика, которая ложная, она не научная. Поэтому, когда я понимаю, публика спрашивает, а какой будет курс, а какая будет там инфляция, а сколько экономика вырастет. Знаете, это вот в казино. Нам не нужно мышление и подходы казино, нам нужно возвращение к экономической науке. Она говорит, в ситуации, когда экономика работает в режиме госплана совка, ни роста, ни развития, ни благополучия быть не может. Это самое главное. А вот, смотрите, Ярослав, как интересно. Прямо сейчас тут бай. Утришняя новость. Зеркало тут, ну, мне тут бай больше нравится. Значит, новость такую публикует. Для индивидуальных предпринимателей и для компаний задним числом повысили цены на газ на 10% приблизительно. Вот прям задним числом. При этом газ для Беларуси, российский, не дорожал же в этом году. Вот взяли и повысили. Для Беларуси нет, а для ИП и компании вот так. Это они так гроши ищут? Нет, знаете, вот опять, в Беларуси около 12 категорий потребителей энергоресурсов, да, среди которых есть те самые огурцы, теплицы, азот, халявские предприятия и так далее, и так далее. И вот предприниматели попадают в категорию самых неблагополучных потребителей газа с точки зрения цены. И поэтому, знаете, когда, помню, цена импорта электроэнергии была там 4 цента, да, предприниматели вынуждены были платить 40 центов, 10 раз больше. То же самое здесь. Кому-то входная, заметьте, входная цена газа там 129-130, а частным бизнесу, частным предпринимателям 500-600. И при этом они говорят, ну, вы тут там такие хорошие условия, льготы по налогам созданы, а то, что за энергию они платят за себя и за трех товарищей из состава красных директоров, конечно же, ни Лукашенко, ни правительство об этом не говорят. Но предприниматель опять, вот если в нормальной стране, каждая вот такая экономическая группа имеет своих представителей, своих депутатов и четко на картах раскладывает там условно такой пассианс, говоря о том, что это на самом деле несправедливо, это нарушает принцип равенства условий хозяйства. Но в Беларуси, вот у нас, я говорю опять-таки, у нас система управления собственностью совершенно уникальная. У нас Шервудский лес, у нас Робин Гуд сидит такой, пахан одновременно, который говорит кому уж сколько и как, исходя из заблуждений молодости середины 90-х, середины 70-х годов. Так, Ярослав, все, я помню, что вам надо бежать. Последний вопрос, вы говорите, что про рубль, возвращаясь к рублю, тут нас просто забросали этими вопросами, и вот наш редактор требует просто ответить на следующий вопрос. Давайте, давайте. Есть гадание на кофейной гуще, вы говорите, это черные ящики, что российская, что белорусская экономика сегодня, но прямая связь между стоимостью российского рубля по отношению к доллару и стоимостью белорусского рубля по отношению к доллару есть, правильно? И что есть, потому что 60% резервов российский рубль, торговля, экспорт 67% в России около этого, 80 с чем-то процентов оплаты российского рубля, естественно она есть. Вот, и рвать Лукашенко ее смог, мог бы теоретически, но это ему очень дорого обойдется, и ресурсов, и резервов в национальной банке не так-то много, там около 8 миллиардов долларов явно не хватает для того, чтобы противостоять российскому там валютной, российской валютной войне. Поэтому, естественно, и когда вот будет девальвация белорусского рубля, то Лукашенко и национальные банки, проекты скажут, ну это же не мы, знаете, Лукашенко главное не то, что происходит, да, а то, как это объясняется, да. Вот сволочи в мире воюют против нас, поэтому так. Вот российский банк не согласовал с нами девальвацию российского рубля, поставил нас на грань девальвации, а мы же хорошие. А вот там Евроопт платит 72 тысячи долларов руководителю, но он же не с нами согласовал это положение, да. Это вот поэтому мы накажем всех. И опять-таки в центре добра, что ли, экономического, находится Лукашенко с серверами. Вот логика. А что быстрее лясница, российский рубль или белорусский? Лясница нужна какая-то категория, понимаете, там курс какой-то. Станет 150, на 150 процентов вырастет, вернее, снизит твою стоимость. Сначала российский, потом белорусский. Друзья, братья по несчастью, на самом деле, и тот, и другой мусорные валюты, доверие к которым никакого нет. Редактор субтитров А.Семкин